Доброе здоровья, уважаемые посетители канала! Я привел вам пример отрицательного выхода из голодания, а теперь приведу положительный пример вообще ведения здорового образа жизни. Как можно, поменяв здоровый образ жизни, избавиться от многих болезней, от которых, казалось бы, ранее избавиться невозможно. Компьютер шумит, к сожалению, я сразу же делаю обработку видео и снимаю следующий видос, поэтому уж не обессудьте. Значит, Мфишка пишет. Очень хочется пожелать тем, кто сейчас это читает, начинайте менять свой образ жизни прямо сейчас. Не ждите обострений и необратимых последствий. Можно много излечить в нашем аватаре, в смысле теле, если не запускать болезнь до предела, так как организм это самовосстанавливающая структура. Тот, кто его разрабатывал, просто гений. Ну, естественно, Господь Бог сотворил. А кем он может быть, если не супер, дупер, квадро, ультра, беста, гений? Правда, есть небольшие недоработки. Никаких недоработок нет. Никаких. Но все же. А нам нужно научиться правильно и ловко им управлять. Согласен. Всем желаю сил для начинаний и успеха в работе над теми, кто мешает нам жить в здоровом теле. А кто мешает нам жить в здоровом теле? А? Прежде всего мы и сами. Итак, дальше. Руфишка продолжает. Про геморрой расскажу подробнее. Я тоже применяла для его лечения. И свечи, и мази ничего не помогло. Потому что он идет изнутри, изнутри наружу. А мы пытаемся снаружи и внутрь что-то там такого помазать. Когда уже совсем припекло. Вот именно, когда припечет, тогда и начинают. Искать ответ на ютубе. И увидела Геннадия Петровича с роликом о геморрое. Видите, какой я красавчик. И смотрите, если я вот так сяду, пузо большое. Если вот так подвинусь, морда большая. Поэтому это все ракурсы съемки. Я вам еще покажу, какой я на самом деле. Кстати, кто будет писать, что я еще толстый и пузо у меня большой. Я буду сразу же удалять. Все. Больше я не буду чикаться с вами. Это был январь. Запоминайте. Январь. Начал рассмотреть все ролики, читать газету, книги. Все это для вас. Все есть в открытом доступе. За что огромная благодарность, естественно, мне. Так вот, первое, что я сделала, поменяло питание. Действительно, самое легче вообще изменить питание. И правильное питание уже может сделать очень много. Стало правильно принимать пищу. Вот здесь таится некая тайна. Дело в том, что когда мы с вами запиваем пищу компотом, чаем, кофе, киселем, пивом и так далее, мы уменьшаем процессу пищеварения, который начался в желудке. Поэтому жидкости до еды, компоты. Потом то, что переваривается в первую очередь, это фрукты там. Опять-таки, перед едой. А потом уже пошли там каши и прочее, прочее, прочее. Чтобы вы при нас знали. Фишка проделала огромную работу по самообразованию. Потому что я предоставил. А я в свое время тоже учился. Одновременно провел лаклизмы по схеме и сокотерапию в месяц. Отлично. Сокотерапия в течение месяца. Приятное средство оздоровления, которое к тому же вымывает из нас растворенные шлаки в межклеточной жидкости. Вот для чего используется сокотерапия. Помимо того, что снабжает активно нас наисвежайшим материалом, витаминами, минералами и так дальше. Потом ушла на односуточный голод. Как они тяжело дались. А вот тут, вот тут, смотрите, и надо. Человек привык постоянно есть, есть, есть. Я уж не хочу сказать, что жрать, жрать, жрать. Так, мягко скажу. Есть, есть, есть. И все. И для него сутки сознательно отказаться от еды – это огромная проблема. Я помню свои суточные голодания. Это был какой-то остраж Господень. Хотя потом понял, чем можно все-таки голодать. Да ты так куда-то уехал, может быть, просто там и не покушал. А вот когда осознанно, вот так-то они тяжело даются. Но, тем не менее, это как раз поворачивает у вас некие там структуры в вашем сознании, что можно, оказывается, и голодать. Но ничего, стала голодать раз в неделю. Отлично, отлично. В первую очередь, это самодисциплина. Вы начинаете себя, как бы сказать, подготавливать и работать над собой, над своим сознанием. Не столько над телом. Если вы регулярно голодаете раз в неделю, вы работаете над своим сознанием. Приучаете его быть послушным вам. Много гуляла по 4 километра ежедневно. Отлично. Что такое прогулка? Да это прогулка всех этих жидкостей, которые вот я сел, я сижу, и ничего у меня тут особо не движется. Кровь от ног еле-еле там поступает. И я так, допустим, просижу несколько часов, ну, грубо говоря, рабочий день. И что хорошего? Да ничего. А вот когда вы прогуляетесь, плюс сокотерапия, вы все эти жидкости прокрутите. Особенно лимфу, которая течет еле-еле-еле-еле. И там такое болото, которое чистит, чистит и чистит. Так, пошли дальше. Далее чистка печени 4 раза. Правильно, надо, надо сделать. Это как раз был февраль-март. Чистка безрезультатна. Почему? Потому что, почитаем дальше. Потому что на это имеются свои причины. Посмотрим, что за причины. Я потом вернусь, если не забуду. Так, делала антипаразитарки тоже по схеме. Молодец! Ничего выдумывать не надо. Уже все за вас выдумано. Просто вы берете эту схему, единственное, там смотрите на дозировку. Больше, меньше, в зависимости от веса. Если вы 200 килограмм весите, вам надо больше. Если вы весите 100 килограмм, вам надо меньше. Если вы весите 50 килограмм, вам еще меньше надо. Примерно так. Геморрой сдулся, но кровоточил. То есть, перестало, вот когда геморрой надувается, это говорит о том, что явный застой в геморройдальных венах, кровь не проходит, она там застаивается, раздувает вот эту вот, как она называется, не артерию, а вену. Вену раздувает. И получается вот такая шишка. Вот, сдулся, накровоточил. Так, порвался уже. С одной стороны, знаете, вот когда он надулся и больно, а потом, когда вот лопается, и потом идет в основном-то быстрое заживление. Но, здесь опасность заключается в том, что когда лопнул, кровоточил, может инфекция попасть, и образоваться парапроктит. То есть, у вас начнет в районе ануса гнить, и появится свищ. То есть, вот такие вещи могут. И вот летом, после полутора года голода на Экадаши, организм сам попросил уйти на голод. Ага, на голод. То есть, видите, произошла подготовочка. Подготовочка. Это то, что надо, когда человек подготовился. Он узнал, как его организм работает. Как входить на голод. Он уже его, можно сказать, надрессировал. Как проводить этот суточный голод. Как с него лучше выйти. Причем, вот, в течение полугода все это длилось. Достаточно долго. То есть, организм как-то натренировался, на подготовился. И вы стали понимать, что это такое. Значит, и да, и организм, кстати, сам просится уйти на голод. Так я почувствовала. Отголодало 10 дней. Потом 3 недели на легчайшем овощном питании. Летом. Как раз сезон года. Овощи, то есть все. Пятое, десятое. Очень хорошо. И если человек мерзнет, летом голодать прекрасно. Он мерзнуть не будет. То есть, внешняя температура его уравновешивает. Овощное питание как раз летом. Это то, что надо. Потом уже к осени голод. Еще 10 дней. Еще 10 дней. И в это время я замерзла на даче. А вот замерзать не надо. И, кстати, тут же как будто его раздули. Резко увеличился геморрой. А оказывается, вот смотрите, как только организм перемерзает, перевозбуждается жизненный принцип ветра, который создает в организме сухость и холод. Сухость и холод как раз у нас создаются где? В первую очередь в ампуле прямой кишки. Все. Там, значит, грубо говоря, высохло. Кровообращение ухудшилось. И, естественно, опять по старой схеме венозного оттока нету и увеличился геморрой. То есть вы должны понимать механизм, как действует то, как действует это, чтобы помогать себе. Так, я не ожидала. Я сам, знаете, у меня был такой случай. Я летом искупался в холодном источнике, в одном там, у меня там такая шершака вздулась. Хотя до этого ничего не было, ничего не предвещало. Такая буквально как слива. Из-за того, что вот перехлаждение вот так вот повлияло. Только раз, и все сжалось, все за это самое, закупорилось. Так. Но что делать, я знала. Вот о чем я говорю. Важно понимать, что, что, как можно себе помочь. Вот, важно понимать, как образуются разного рода недомогания и болячки. И важно понимать, какой механизм надо развернуть, чтобы их убрать. Фишка. Ну, молодец. Надо написать, как вас зовут. Этому фишкам, фишкам. Так. Прогреться и принимать теплую жирную пищу. Да. Но геморрой прорвался. Ну, такое бывает. Прорвался. Это было очень больно. Да. Пришлось трепеть. А что делать? Ну, еще говорю. Вот, когда он прорывается, с одной стороны, вроде как, вот это вот напряжение исчезает. А с другой стороны, просто появляется трещина прямой кишки. Она должна зажить. Пока она заживет, пришлось трепеть и так далее. Голодала наикадаши. Следующую весну опять чистка печени 4 раза. Голодала наикадаши. Очень хорошо. Это раз в две недели. В 11 лунные сутки и в 26 лунные сутки. Раз в две недели. Это прекрасно. Не надо никакого фанатизма. Ну, вот не надо его. Не надо. Чтобы потом не понимать, а как из всего этого надо вырулить. Когда фанатизм доведет там до каких-нибудь тяжелых последствий. Так, чистка печени 4 раза. Последний раз из этих 4 успешно. Последний раз. Но к этому времени геморрой меня уже не беспокоил. Так и сейчас тоже. То есть геморрой ушел. Растворился. Почему не удается чистка печени? Давайте мы посмотрим дальше. Пока, как бы сказать, нету тех данных, на которые можно опереться и сказать, вот чистка печени не удалась по той-то, по той-то, по той-то причине. Ну, забегая немножечко вперед, скажу. Вот у Эдуарда, вы можете его посмотреть, да, чистка печени не удавалась за счет того, что было огромное количество слизи, казалось бы, в нормальном человеке, в желудочно-кишечном тракте. И просто ни масло не могло сработать, ни лимонный сок, ну, они не срабатывали, потому что слизь им мешала. Блокировало это все. Ну, почитаем следующее. Как и обещала, дублирую сюда. Так, Петровича благодарим, то есть меня, меня, это хорошо. Все абсолютно подтверждая, о чем вы сказали в ролике. А вы можете этот ролик посмотреть, он называется «Отличная беседа от 17 декабря 2022 года». Причем осознание природного лечения и самовосстановления организма у меня было с детства. Ну, оно-то было-было, но потом как-то, знаете, вот исчезает. Но из-за недопонимания в силу возраста, конечно, добрые врачи пошатнули эту веру и подсадили на таблетки. Но все мы, все мы, абсолютно все, я в том числе, свято верил врачам в медицину и так далее. Это вот какие-то боги в белых халатах, вот они тут что-то знают, что-то сделают. Да это обыкновенные люди, обыкновенные, с такими же болячками, как у нас, которые что-то знают, но только не то, что надо для здоровья. Оказалось, оказалось. Так, два года назад из-за крайне обострившегося геморроя, которым мучил меня более 10 лет, геморройщик со стажем, я снова пришла к вам, ко мне, после прочтения работы по вашим книгам в 1995 году. Что я имею по происшествии двух лет, работая с вами онлайн по вашим стримам и роликам? То есть, вот здесь вот я подчеркиваю, я столько дал информации, это вообще, знаете, какая-то супер библиотека здорового образа жизни, которая все темы закрывает. У все темы! Начиная от тонкоматериальной, вернее, можно так сказать, начиная просто от клизмения и кончая тонкоматериальной работы со своим сознанием, сознанием, понимаете? Сознание! Так что... И человек научился работать. Тут даже не надо, как бы сказать, ну, изучить свой организм, конечно, надо. Тут просто-напросто вы читаете или там смотрите, прикидываете в уме к себе и пробуете, делаете. Ага, получается. Ну, вот у человека, ну, все же получилось. В общем, что, что, что это самое? В течение двух лет работая с вами онлайн по вашим стримам и роликам. Ну, все! Ну, чем вы хуже? Итак, что она делала? Первое. Поменяла образ жизни. Вычеркнула работу. Вошла в природный режим. Ну, не знаю, как там сработать и так далее. Но в любом случае, работа не помеха. Вошла в природный режим. А именно, ложусь спать до 23 часов. Просыпаюсь без будильника. Завтракаю к 12 часам салатом. Далее уже более плотный прием пищи. Кушаю только фрукты, овощи, орехи, крупы, сметана, топленое масло и немного сыра. Кстати, продуктов-то нам много не надо. Вот с возрастом пищи все меньше и меньше надо. Просто по привычке там что-нибудь переешь или еще там. А так вообще очень мало надо еды. Каждый день эко-прогулки по 4 километра. Прогулка 4 километра позволяет проработать весь организм. Прокрутить лимфу, которая застаивается. Про это самое. Проработать наши межпозвоночные диски в позвоночнике. Потому что только ходьба это делает. Ну бег. Ну бегать не каждый человек там будет. А вот ходьба. Великолепно. Далее. Все это протрухивается и у нас появляется нормальный стул. А то, о, я буду, что-то приняла, я там буду ждать, когда там сработает. Да что у нас сработает? Вот я сижу, что-что сработает у меня? У меня все вот так вот стоит и так далее. А когда я иду, вот так это все трусится и пошло-пошло ниже. Так, днем занимаюсь только тем, что я хочу, чем я хочу заниматься и что мне приятно. Отлично. Отлично. Не надо себя ломать, вот что-то там делать, переделывать и так далее. Это оставляет следы в нашем сознании неудовлетворения, недовольства и угнетения какого-то, которое очень сильно действует. Это как раз очень тонкий механизм, который отравляет нашу жизнь. Отравляет. И мы это не понимаем, что это идет отрава. Так, а это шитье, вышивание, вязание и прочая красота. Летом сад, огород. Отлично. Второй весной прошлого года началось чистки толстого кишечника с применением урины. По схеме первой недели. Каждый день, вторая, через день и так далее. Почему урины? Да потому что это наилучшая жидкость для того, чтобы ничего там не раздражало в толстом кишечнике, но при этом великолепно все вымывало. У некоторых животных калоотделение и мочеотделение соединены в одном месте. Все выделяется через одну прямую там кишку. То есть это наиболее лучшая жидкость для того, чтобы промывать толстый кишечник, при этом никаких раздражений, ничего чтоб не было. Третья, провела курс сокотерапии. Утром 300 мл сока на голодных желудок, свекла, яблоко, морковь. В течение месяца пришлось купить хорошую выжималку, соковыжималку Бош. Соковыжималка действительно должна быть хорошая. А я бы, знаете, как делал. Я бы делал свекла, яблоко и сок. А на следующий день свекла, морковь. То есть вот яблоко за счет своих этих кислот фруктовых, она как-то не совсем сочетается со свеклой и морковкой. Потому что, смотрите, если это в равных частях. А вот яблоко, грубо говоря, стакан, а свеклы там, допустим, 2 столовые ложки, ну, нормально, тут и идет. А вот свекла с морковью, тут можно даже пополам-напополам. Но это вообще-то сильно долбанет свекла. Поэтому тоже 2 столовые ложки на стакан морковного сока. Но в любом случае, если человек привык и чувствует, что все нормально, значит, ну, это его индивидуальные способности. Четвертое. Прошел геморрой, вообще его не чувствую, уже забыла, что он меня беспокоил. У меня лет 20 геморроя был. Так как стул стабильно утром. Вот, вот чего надо добиваться. Чтобы, в первую очередь, у вас организм на очищение работал как часики. Потому что произошла смена питания. А чем это все действительно регулируется наш стул? А он регулируется в основном питанием. Чтобы в питании было вот сейчас, эти самые, хурма. Мягенькая такая клетчаточка, которая и чистит организм. И образует такой великолепный, этот самый, оформившийся стул. Плюс то, что там имеется все это, а богатство поступает к нам в организм. Ну, великолепная вещь. Рекомендую. Как отдельный прием пищи. Я заметила, что утро должно быть у меня голодным. Очень хорошо, очень правильное, верное подмечено. Вы должны встать и если кушать, то чтобы у вас был аппетит, чтобы у вас был естественный голод. Ну, мы привыкли, извините за выражение, жрать. Надо, не надо. Утром так, в обед так. А-а-а, со служившими поели. А вечером тоже, да, поем и вечером и так далее. То есть, просто едим из-за того, что нам делать нечего. Делать нечего и мы едим. Так. Первый прием пищи в 12 и позднее. Ну, как раз вот появляется чувство действительно настоящего голода. Настоящего голода. Но тут можно немножечко поиграться первым приемом пищи и последним. Я сейчас вам скажу. А вот плотный прием пищи, каши, овощи, тушеные и прочее с 17 до 19. А вот смотрите, если бы мы с вами утречком позавтракали, грубо говоря, часика в 9, часика в 2 пообедали, а потом лишь вот в 17 до 19, что-то слегка, очень слегка, ну буквально стакан кисломолочного или стакан свежего сока там, или салатик, съели, чтобы это, нам бы, мы бы просыпались, нам бы уже утром бы хотелось есть. И мы таким образом попали бы в биоритм работы желудка с 7 до 9 утра. Так, пятая. Чистка печени 4 раза весной в оба этих года получилась почистить только в последний раз. Так был сильно зашлакован, ослизнен организм. Вот именно я вам до этого сказал. Если у нас имеется слизь, водятся горыбки разного рода, они сплели там такую паутину, такие водоросли, что никакая там чистка не удается. Что там, они нарочно, вот знаете, грубо говоря, вот как человек, знаете, что-то завоевал и сразу для удержания строит крепость. Что-то завоевал крепость, 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 чтобы эти завоевания защищать. Так точно грибки, микропаразиты и так далее, они сразу же образуют слизь в свою среду, в которой они живут и которая их защищает. А в этой среде уже там иглисты, да, чего только там нету. Значит, был зашлакован, ослизнен организм. Шестое. Проведение антипаразитарки. Первый год пять раз. Нормально, потому что, чтобы по-настоящему там все это выковырнуть, что накопилось, особенно у человека, если ему там лет пятьдесят, да хотя бы даже сорок. Там уже столько уже накопилось. Так, изменяя состав травм антипаразитарки. Правильно, чтобы не было привыкания. Ага, полынь. Полынь меняем там, допустим, на пижму. Потом там меняем, добавляем там, допустим, грубо говоря, там, короасины. Там добавляем там тертую, сушую, там, тыквенную кожуру, там, и так далее, и так далее. Тыквенные семечки, все это такое. В этом году через месяц, через месяц, то есть человек понял, что, как. То есть, я не просто даже понял в этом году через месяц, а он увидел, что это дает эффект, и он увидел, что выходит из него. То есть, никто не будет делать, не почувствовал ни эффекта, ни выходящих вот этих паразитов. Так, поражу так, измельчаю несколько видов трав и по одной третьей чайной ложке, принимаю через два-три часа в течение трех недель. Ну, отлично, смотрите. Измельченные травы, я много об этом говорил, что вот эти измельченные травы, именно порошок, он, проходя по всему желудочно-кишечному тракту, что он делает? Он оставляет свои следы. То есть, он как бы, знаете, как вот мы что-то насыпаем, 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 что-то проходит, что-то остается в кишках и так далее. И получается, что кишки лежат вот в этих вот травах, в порошке этих трав. И, естественно, лежат, отдают свои фетонциды, там вот эти вот все активные вещества, которых не любят паразиты. И они начинают текать. Итак, принимаю по два-три часа в течение трех недель. Прекрасно, то есть, надо создать душняк паразитом, паразитом. Потом перерыв. Это что в итоге? В первый год теперь вылез грибок навеки. Все было красное, чесалось. Смотрите, вот он, грибочек у нас там сидит, нормальненько, я так скажу. Посасывает нас, все там оно, все он там сплел, свою паутину, свою тину сделал и живет. И нормально. Все питательные вещества, все какой-то токсины там выделяет. А мы не поймем, а почему мы такие вот квелые, почему у нас то-то заболело, то все заболело, то там еще где-то там не работает. Это его дело. Так, и вот, значит, смотрите, когда вот такая идет противопроизвентарка, Сышка, я беру на вооружение ваш метод, потому что, как бы сказать, я-то, до меня сразу дошло. Что вы делаете, механизм. О, вам ставлю, две пятерки. Что вы такой душняк создаете, знаете, не даете вражине передохнуть через два-три часа в течение трех недель. Такая бац-бац-бац-бац-бац-бац-бац. Он говорит, лё-моё, и грибок, грибок это, вам знаете, не какой-то там, это самое, дурачок, червячок. А это довольно-таки умная субстанция. И он начинает текать, он начинает мигрировать по организму. То есть, грубо говоря, имеется, как бы сказать, управляющая голова этого грибка, которая, значит, выискивает место, где образовать грибницу, где там что-то отложить, где там жить. А если ее погнали, она начинает удирать легко и просто, мигрируя по организму. И куда она идет? Вот куда она идет? Вы задавали себе вопрос. Куда она идет? Она идет туда, куда эти травы не доходят. Я уже так, знаете, вот мне просто хочется какой-то спектакль играть. Но невозможно вот это все это говорить, объяснять вам. Хотя я сейчас такие вещи объясняю, которые, возможно, и до этого особо там не объяснял. И никто вам там не рассказывается. И вот, он лезет туда, куда эти травы, эти фитонциды не доходят. Он полез на веки, на веки вылез, и тут это самое, угнездился. Чтоб его нет, и поэтому они были красные, они чесались. Лещила примучка, мезупали над одной четвертой урины. О, молодец примучки. Хопа! Они как бабахнут по нему. Все прошло. Ну, как бы сказать, все прошло, это не значит, что грибок исчез. Он, значит, умерил свои аппетиты, значительно умерил свои аппетиты. И куда-то смылся. Все прошло, он закончил. В этом году грибок повалил уже на ноги. Был грибок на ногах с детства, заразился чужими носками. Ну, вот и все. То есть вы, разок заразившись от чужих носков, от чужих там этих самых, и так далее, и так далее, и так далее, Главное заразиться. Эта вся зараза влазит в организм, туда, туда, туда. О, организмик. Да почему бы его не колонизировать? И начинает, и начинает. А потом все вот эти вот заболевания, и так далее, и так далее, как бы следствие. Человеки не понимают, откуда что возникает. А это все вот это вот делает миленький грибочек. То же самое делают эти самые лишаи, и так далее. Так, и руки. Грибок со временем стал переходить уже на ногти и руку. Вот любит. Вы знаете, вот грибок любит древесину точить. А что у нас тут древесина? У нас, как правило, там ногти. У нас, как правило, это кости, хрящи. То есть если бы немножечко еще фишка там не начала заниматься вот этими вещами, значит, он начал ее вот так, кости вот так вот, знаете, вот это вот, есть такие заболевания, ужас какой-то. И лечит, лечит, и никак не могут. Что, что, как, а вот так вот все там переплетено. Ладно. Ноги выглядели примерно так, как у Дуранда на видео. И тут я подскажу такую вещь. Знаете, вот бороться с грибком, который намного старше, то есть это одна из первых форм жизни, которая появилась на планете Земля, потом уже там появился человек через сколько-то, это самое. С ним, ну, ну, очень трудно. Потому что он уже приспосабливается спорой там, нитками и простая там, т-т-т-т-т-т-т-т-т-т. Очень трудно. Но его можно выманить. Он, знаете, я бы не сказал, что он умный. Он хитрый, но не умный. И если ему, вот смотрите, когда ноги выглядели примерно так, как у Эдуарда на видео, вот тут он вылез на ноги, то есть куда-то бежать надо. Он уже, знаете, откуда он влез, откуда он влез, туда он, как бы сказать, по выходу. И помнит, что он оттуда, он прибыл оттуда, что значит надо туда, может там я там как-то спасусь и так далее. И вот тут-то ему дать приманочку. Ну, вот какую приманочку, вот, чтобы он, как бы сказать, понял, ага, вот здесь, смотрите, и корм у вас имеется, и, ну, весь субстрат, который любит, допустим, рябок. Ну, грубо говоря, вот остается грамотно подобрать это. То ли это какие-то, знаете, ватку с сахарком, то ли же, будем говорить, возможно, лучше, какой-то мякиш фрукта, еще чего-то, еще чего-то. Ну, такое вот, то, что, знаете, грибочек любит, сразу он на это. И он туда раз вылез, чего ему тело, в теле постоянно иммунная система атакует. А плюс, если еще человек вот так вот его долбит противопаразитарками, да ему уже надоело, ему куда-то хочется утечь. И вы ему даете возможность. То есть, очень важно, что есть не лечение, а сведение болезни. Сведение. Это очень важно запомнить, понять. Это одна из таких форм вот лечения. Значит, как у Эдуарда на видео. Можете посмотреть страшные вещи там. Я как глянул, ну, е-мое, что мы тут делали? А начали просто-напросто чистить печеночку и использовать вот те травы, которые все это дело расширяет перед чисткой. И все. И этого было достаточно, чтобы грибок ай-ай-ай-ай начал текать. Значит, было больно, но выдержал. Ну, естественно, там все вот так вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Лечила постоянными примочками из упаренной урины. У упаренной урины, помимо того, что она подавляет все эти бактерии, бациллы, грибки и так далее, она еще содержит вещества, с которых все это строится. Наши ткани. Там все имеется. Сейчас ножки чистые и намека на грибок. То есть, ни намека на грибок. Ножки чистые, ни намека на грибок. Ну что, он фишку поздравит. Для некоторых они постоянно применяют эти все противогрибковые препараты. Применяют, применяют, применяют. Вот такой секунд. И только, грубо говоря, на них зарабатывают. Ногти отрасли. Тоже чистые. На руках в процессе отрастания. Дальше продолжаем. Седьмое. В прошлом году провела цикл фракционного голодания. 10 плюс 10 плюс 4. С первыми в 2-3 недели полностью на легком овощно-фруктовом питании. Ну молодец. Когда человек подготовлен, он это все проходит и получает только-только-только. Он получает только плюсы. На всем протяжении двух лет голодала на Экадаши. Человек себя дисциплинировал. Ну молодец. Последний год сухой голод на Экадаши 40 часов. Значит дальше. В дальнейшем, когда человек голодает, 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 идет, как бы сказать, эволюция голодания и подготовка организма. И оказывается, что действительно как-то и пить не надо. Так легко голодается именно без всякой воды. Очень легко вхожу в голод и легко голодую. А! Той человек обучил свой организм, что ему надо на голоде. Как войти легко, как провести легко. Чувствую, что организму это нравится и мне тоже. Понимаете? Вот она, вот она, как бы сказать, начинает проявляться то, что вы должны получать от своего оздоровления такой кайф. Не только от тела, но и сознание. А сознание, знаете, вот когда в теле грибок, он тоже что-то там мыслит. Он тоже свои какие-то эти самые там, грубо говоря, мыслишки там бросает в вашу полевую форму жизни и так далее, и так далее, и так далее. И вот когда меньше чужих мыслишек, а остаются свои, и вы видите плоды своего труда, вы чувствуете, как организм распускается, он радуется, говорит вам спасибо, спасибо, спасибо. А не то, что мы жрем, 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 жрем. Вот когда мы жрем, мы насилуем организм, но мы тем самым, как бы сказать, лелеем привычку. Видите разница? Уменьшается здоровье, увеличивается привычка. Когда мы уменьшаем привычку, у нас увеличивается здоровье. Запоминайте, пока я живой тут с вами, восьмое, на протяжении 30 лет я принимала лекарства. Вот видите, и скажут, сколько лет, не сказано, а мне сейчас 49 лет. Вот представляю, ё-мо-ты-ё, с 19-летним девочке начали давать какое-то лекарство. Это вот всё там, знаете, вот все жидкостные среды, они вот этим лекарством пропитаны. Вот всё пропитаны, поэтому потребовалось столько вот голодания, сока терапии и так далее, чтобы этого лекарства вымыть, его следы, чтобы не остались, чтобы не мешали. Вот и лекарства. Вот и лекарства. Человек понимает так, лекарство, я заболел, принял лекарство, я выздоровел, всё. А тут оказывается, на всю жизнь ты принимаешь это лекарство. И что-то оно там делает. Что там делать? И якобы тебе говорят люди в белых халатах, суперумные и так далее, что вот теперь это на всю жизнь, и никак ты это не нормализуешь. Потому что у них голова совсем в другую сторону смотрит, понимаете, смотрит. И не видит, что вокруг, что на самом деле надо делать. Итак, смотрите, на протяжении 30 лет я принимала лекарства, снижающие повышенный гормон пролактин. Лекарство называется такое-то. Принимала в очень больших дозах. Ну я! Так. Так как гормон не снижался. А может быть от чего-то, вот это было, возможно, и нормальное было состояние для данного периода. А потом бы оно поменялось. У нас же гормоны тоже подскочат, уменьшатся. Если на подскоке это все, как бы сказать, обследовать, скажут, о, тебе надо снижать. Если на понижении, то, о, надо повышать. Да там все вот так вот весы равняются. Продолжаем. Месячные проходили только на фоне этого лекарства. А последние три года месячных уже на его фоне и не было. До начала голодания я постоянно убрала эти таблетки. На голод пошла уже без их приема. И так больше не принимаю. А прошлым летом пришли месячные два раза. Вот это да! На таблетках последние три года месячных уже не было. Может, именно пауза, я не знаю, сейчас мне 49 лет. А тут без таблеток и два раза. То есть, когда человек голодает, то он, как бы сказать, патологические, болезнетворные программы, он стирает голод и идет перезапуск, перезапуск вашей системы. И все начинает работать. И иммунная система, и гормональная система, и прочее, 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 прочее. И вот. А тут, видите, вот открытие. Как я поняла, организм показал, что и один, и второй яичник в норме. А до этого, допустим, обследовали и скажут, да не в норме. Вот надо вот это вот, вот-вот-вот-то. То есть, вас залашили под видом наукообразности и зарабатывали 30 лет на этих таблеточках. При этом портили ваш организм. При этом перечеркнули ваше будущее. Вы там достали, допустим, матерью. Или еще что-то, или еще что-то, или еще что-то. И никто за это не несет ответственности. Люди, задумайтесь. В первую очередь, хорошенько подумайте, прежде чем что-либо делать. Узнайте, как это так, это вот так, это вот так. Различные варианты. А потом уже делайте. Как бы похвалил меня за проделанную работу, но больше месячных не было. Значит, пришло время стареть. А знаете, если бы вы начали заниматься вот этими силовыми вещами, которыми я сейчас занимаюсь, у вас бы добавилось энергетики, и организм бы был бы расшел, и погнали, и месячные, и все можно и родить, и зачать, и так далее. Значит, пришло время стареть. Все можно, будем говорить, совсем можно работать. Можно значительно все это отодвинуть. Но важно понимать и знать, какие процессы у нас происходят там, допустим, при старении, и как на них можно повлиять. Вот когда знаешь этот механизм, значит, будет получаться. Не знаешь, нет. Так, анализы не сдавала и не собираюсь. Ну и что, вы сдали анализ, они показали, то есть все пятое-десятое. А как это все вернуть? То есть анализы уже показывают то, что с вами произошло. А вот как произошло это, и что надо сделать для того, чтобы этого не было, никто не говорит. А может вам опять вот так вот начать в течение 30 лет пить какое-нибудь там лекарство там, чтобы что-то там она там делала. Будет так, как будет по природе своей. Отлично так. Девятое. Это полностью прошло какое-то высыпание на коже размером 2 сантиметра, которое несколько лет назад образовалось на коже выше груди. Чесалось. Чесалось. Это значит, либо лишай подхватили в далеком детстве, играя с кошечками, собачками. Вот, либо там еще так, либо грибок. Хоть то и другое, где-то, я так понимаю, к грибкам относятся, а только разновидность. Лечила его наружно маслом чайного дерева, березовым дегтом. Но снаружи, как я поняла, ничего не вылечит. Все находятся внутри. То есть, он тут раз-раз-раз-раз, а потом такая, и утек туда, куда ваши мазюки не проникают. И спокойненько переживает. Более того, он может переживать, перерождаясь, согласно своей эволюции, в какие-то другие структуры, которые могут и онкологию образовать. Вот, когда полез грибок, на ноги сразу и вокруг этого пятна тоже образовались прыщички. Я так поняла, что вот он и вышел. Так и есть. Сейчас это место чисто, как и не было. Вот эти прыщички, знаете, что может быть? Это может быть герпес. Герпес там ротовой бывает, опоясывающий бывает, генитальный бывает. Короче, какой там угодно там бывает. Вот, скорее всего, это был опоясывающий герпес. И вот, где-то, знаете, куда он вошел, он там примерно и находится. Находится так, расселяясь и так далее. То есть, это его база. А потом, когда погонят его, он опять на свою базу и уже там... Как он внедрялся, допустим, в виде прыщичков, так он примерно и начинает и выходить. Десятое. После голодания несколько родинок я просто счистил ногтем. Так и не понял, что это было. Ну, родинки тоже образуются различные образования. Возможно, это даже грибница дает, вот как плодовое тело, которое вышло и так далее. И оно там сидит. Вот в лесу грибница, во всем лесу одна и та же грибница. А грибы то тут выросли, то там выросли. И вот, когда грибницу убрали, все эти грибы, где там были, в разных местах, они исчезли. Но есть одна родинка, которая мучила меня уже лет 15. Она находится на пояснице сбоку. Она начала понемногу расти и стала размером 2 на 2 сантиметра красного цвета, как будто беззащитной верхней кожи. Вот когда человек долго болеет грибками, вот эти вот вещи уже начинают происходить. Это вот идет, это мое мнение. Может быть, это несколько не так. Но я считаю, что это может быть. Не то, что это 100% верно. Это может быть. То есть грибок делает свое плодовое тело. Так, в виде вот такого пятна там красного цвета. При этом каждый раз после выхода на улицу и натирания одежды она кровоточила. Так мы с ней и жили все эти годы. И однажды, совершенно случайно, врач-терапевт заметил это пятно, удивилась и сказала, что мне надо пойти к врачу на осмотр. На осмотр пройти. Да, я отказалась. Эти два года я стала смазывать ее маслом чайного древа. При этом появился сильный зуд и мокрота. Ну, чайное древо, оно же действует. Масло. Масло-то. Оно же. Сейчас, по происшествии двух лет, это место высохло. Затянулось в новой коже. Уже не кровоточить. Чувствую, что заживает. Видите, вот запустить болячку в свой организм и дать ей возможность в течение, вот если, смотрите, 49 лет, а еще ребенком заразилась, грубо говоря, в 9 лет, да, в 9 лет заразилась, ну, я так думаю, то 40 лет, там, два дня, а это не 40, значит, отнимаем, где-то 35 лет было позволено вот этой вот заразе, значит, хозяйничать в вашем организме. Я думаю, что эта вся ерунда полезла, знаете, грибок еще куда любит лазить? Он любит лазить туда, где образуется новая жизнь, а именно в яичники лезть, а именно он любит лезть там в предстательную, допустим, там железу, он любит лезть у кости, потому что там вот эти вот клеточки образуются, которые потом по всему организму. То есть в кровотворные органы, это все любит. А потом мы удивляемся, а почему, если вот в 9, смотрите, в 9 и 19 прошло 10 лет и нарушена функция яичника, какой-то гормон стал не такой. А мы думаем, а что ж такое, а что ж такое, а как же так, ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй. И вот из всего этого, кто балабол, я, который вот врон, болтон и хохотон, перед вами сижу и вот это рассказываю. Либо те, которые лечили этого человека в течение 30 лет. 11. Все эти два года по утрам пила гашеную соду и принимала тмин. Молодец! Как раз гашеная сода и тмин, она идет против грибка. Гашеная сода, она как раз всасываясь, она резервы крови увеличивает, укрепляет там, не то что там щелочные, не-не-нет. Она вот какую-то свою функцию несет, я сейчас не буду там соображать это. И тмин, наконец-то, он пошел-пошел и начинает гнать с самого нутра всех этих бактерий и так далее. И сейчас понимаю, и правильно, вот, ушла кандида с языка и половых органов, теперь вообще никаких выделений. Вот смотрите, грибок влез, он уже там, знаете, конгломерат. Эй, ребята, сюда, все, кто, что, эээ, и вся эта гнаеродная инфекция. И все эти сопутствующие грибки, особенно если человек принимал антибиотики, все сюда. Плюс там, возможно, она не пишет, там и глисты там были, и все, вот это такое. Все, то есть конгломерат, целый конгломерат. Она не написала, что вот когда кандида-то появилась. Если она опять-таки появилась еще у девочки. Да она там проросла и, будем говорить, половые органы и так далее. Все тут, все, все, все она разрушила. Разрушает, искажает, высасывает человека. А мы потом удивляемся, а почему что-то менструальный цикл там не идет, а что ж такое. А мы сейчас его подтолкнем гормоном. Ну, просто я, я не знаю, я просто это самое. Я просто врун, болтун и хохотун по сравнению с вот этими наукообразными. Так, больше внешних проявлений в организме у меня не было. А внешних. Все, что были, все, что были, ушли. За два года, за два года, то, что выращивалось в течение, допустим, 30 лет, если не больше, да. Внутренние органы меня не беспокоили. Поэтому ничего сказать не могу. Давление в норме всегда было. Разве что перестала болеть поясница. Оно и там прорастает, и в поясничку там. Которая лет с 18 болела. Что? Она тяжести поднимала? Что? Она там штангой занималась? Ну, что она делала? Она грузчиком была, что у нее поясница заболела. А вот заболела из-за того, что вот эта вот дрянь поселилась. И она, как правило, в таких местах стелится и забирает влагу. Раз замирает влагу, то начинают страдать вот эти все сочленения костей, сухожилия, межпозвоночные диски и так далее, и так далее. Организм стал более гибким, ушел лишний вес. А нахрен он нужен? Лишний вес – это своего рода инертная ткань, в которую сбрасываются вот эти все эти лекарства, вот эти все шлаки и так далее, чтобы хоть как-то в организме более-менее совершались жизненные процессы. Из 54-го размера ушла на 44-46, практически на 10 размеров. Йохан и бабай. Вот это уже есть и некое омоложение, когда человек был таким вот, а стал таким, каким он был в юности. Тело стало легкое, даже в молодости такого не было. А почему? Вот это подчеркнуто. Даже в молодости такого не было. Да потому что уже в молодости там жила грибница, там жила молочница, и там жила всякая бяка-кака, которая уже забирала жизненные силы молодого организма. И он так себя чувствовал. И он думал, и это нормально. А теперь он понимает, какое нормально. Какое нормально, когда... Вот она нормальная. Когда вы тут можете сбрыкнуть под небеса силы в огонь. А до этого у вас не было, потому что все было в рези и в паразитах. То есть человек жил, превратил свой организм в помойку. И думал, что так и нормально. И я буду вот жить по-человечески. И я поеду с друзьями на шашлычки. И я там выпью. И я там еще чем-нибудь позвоню. Вот это, вот это человеческая жизнь называется, да? Вот люди живут, надо же. Сейчас уже 4 дня принимают одекам. Молодец, пройду курс лечения 3 недели. Выпиваю по 1-3 чайной ложки утром и вечером. Хочу посмотреть, как действует коррестивный организм. Так, после года новой жизни отлетел зубной камень в зубов. Интересный феномен. Я когда тоже начал вот это все заниматься, у меня было там зубной камень. Знаете, вот этот налет черный, там это неприятно. Ага, значит надо пойти. Считается. Вот, ёхан этот зубной камень. Откуда же он, падла, взялся? Пойду-ка я к зубняку, пусть он мне почистит. А он берет свои там буры, хрюли, такая бзззззг и вместе с зубным камнем там, ну, случайно. Не хочу сказать, что нарочно, такая бззззг и эмаль там содрал. Потом эмали нет, зубы там воспалились, что-то там пошло, пошло, поехало и так далее. Вот такой наш круговорот порочный. Пожалуйста, измените питание, поголодайте, организм нормализуется, никакого налету не будет, он сам так отойдет. Я помню, как раз я поголодал, забыл, сколько же я там голодал, наверное, 18 суток, что вот был, 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 был этот налет, потом я просыпаюсь, хоп, на зубы. А налета нет, он буквально таки отскочил в течение ночи, там кое-где там осталось, потом это отошло. Хоп, вот феномен, вот феномен. И все это превозносится, ой-ой-ой-ой, будем вам чистить зубы, будем вам удалять зубной камень. Да он сам уйдет, сам уйдет. Если у вас с головой будет порядок, а если не будет с головой порядка. Так, 13, помимо оздоровления организма, очень меняется мироощущение. Естественно, вы избавляетесь от всех этих, каждый паразит, каждый микроб, который живет в нашем организме, он обладает своим собственным сознанием. И это все находится в вашей полевой форме жизни. Оно фонит, оно, более того, образует потоки, которые ваши мысли направляют на то, чтобы вы, ага, вот это там поели, вот туда сходили, здесь поспали, это не дело, никаких призывов, голодание, да вы что? Вот так вот они, все это работает, чтобы вы понимали. Я уже не говорю о более мощных паразитах, которые в Библии называются темными силами. Это и вообще там, это просто не передать. Ну, действительно не передать. Я совсем изменилась эмоционально. Можно сказать, фишка. Вот знаете, когда человек меняется эмоционально, меняется сознание и так далее, он становится более открытым. И если сказать мне, допустим, кому-то, что я тебя люблю, это через что-то надо переступить, а друг, а что, а как. А теперь я говорю, фишка, я тебя люблю. Ты огромный молодец. И ты сейчас услышишь мой вот этот посыл, который я даю, и возрадуешься, как и все другие люди. Ты молодец. Ты взялась за себя, включилась голова. Ну, нельзя так жить. Ну, нельзя так жить в этом всеобщем вранье, которое не ведет нас ни к хорошей жизни, ни к здоровью, ни к процветанию, а просто вот изничтожить, и все. Я тебя люблю. Я вас всех люблю. Ну, включите свои головы. Ну, включите их. Я совершенно изменилась эмоционально. Конечно, в более спокойную сторону. Мысли в голове совершенно другие. Ушли все страхи, которые были. Началось понимание сути этой жизни и проживание ее уже в осознанном состоянии. Вот это уже взрослость называется. Это взрослость. Человек стал взрослым, мудрым. Вот такая моя эпопея, проведенная благодаря, ну, естественно, вруну, болтуну и хохотану Геннадию Петровичу и у информации. А информация не моя. А информация вся вот эта вот. Возьмите лучшее. Возьмите рабочее. Возьмите настоящие. Возьмите, знаете, вот, что близко к вашему состоянию и работает, а не какое-то искусственное, что, ох, ё-моё, вот эта таблетка снизит давление. И как у Басяшвили, только раз дали таблетку, и только хоп, и его отвезли. Благодаря его позитивному настрою, так щедро льющемуся на нас через экраны мониторов. Я, ну, вот сейчас у меня энергетики больше, и я работаю над тем, чтобы ещё стало больше. И я её вот щедро вам дарю, со знаниями, совсем-совсем-совсем, для того, чтобы вы сами для себя поняли хоть какую-то правду и стали лучше. Вот для себя лучше и здоровее. Геннадий Петрович, благодарю вас от всего сердца. Но что, и на одной этой ноте закончим. Так вот немножечко поговорим о благотворительности. Все люди во все времена поддерживали добрые, хорошие начинания. И если вы чувствуете, что моя работа приносит пользу, проявите свою благотворительность на развитие вот этого дела, которая помогает. Потому что о здоровом образе жизни, настоящем, таком, каким он должен быть, без разного рода пилюлики и прочих-прочих, никто не говорит. Только здесь, на канале. Об этом полноценно, во всём объёме и угрыблённо рассказывается. Проявляйте свою благотворительность, щедрость, какую вы можете сделать. С уважением и пожеланием доброго здоровья. Есть особый день в году, наступает темноту. Новым годом он зовётся, и для всех людей даётся. Шелестят конфет-отвёртки, там, как мандарин стоит, И наряженная ёлка огоньками нас манит. Веселись, 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 веселись на ровно. Наступает, наступает Новый, Новый год. Он врачу нам несёт, он потанки раздаёт. Радостью нам повлажётся, это-то Новый, Новый год. Снова детство к нам вернулось, волшебства мы жадо ждём. И почёканье покалом, хоть и счастье в каждый дом. Веселись, 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 веселись на ровно. Наступает, наступает Новый, Новый год. Он врачу нам несёт, он потанки раздаёт. Радостью нам повлажёт, это-то Новый, Новый год. Так и спи, дружок сын внешний, наливай бакал с карди. Загадай своё желание и под звонку ром-поп-э. Ай, веселись, 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 веселись на ровно. Наступает, наступает Новый, Новый год. Субтитры создавал DimaTorzok